Президентский центр Бориса Ельцина приглашает жителей и гостей Екатеринбурга в автобусный тур. В городе запустили новую экскурсию. Вместо экспонатов улицы и дома, где не раз бывал первый президент России. Продолжит Елена Юмакаева. Этим пассажирам конечная остановка не важна. Куда интереснее сама поездка. За окном микроавтобуса история первого президента России Бориса Ельцина. В уральской столице он жил и работал без малого 36 лет. Он был очень строгим, строго спрашивал. И никогда он никого не тыкал. Ко всем обращался на вы по имени, отчеству. Эта экскурсия на колесах первая в своем роде. Возможность узнать необычное, а привычных местах в городе. Вместо музейных экспонатов улицы, жилые дома, здания и арт-объекты. Все они так или иначе связаны с именем первого президента России. Здесь на мосту мы видим такие чугунные узлы. Появились они как раз таки по инициативе Бориса Ельцина. И символизируют собой связь прошлого, настоящего и будущего. И также они демонстрируют искусство наших уральских мастеров, что чугун можно завязать как узел. На центральном почтамте Борис Ельцин получил телеграмму из Березняков. Жена сообщала о рождении старшей дочери Елены. А в кабинетах нынешнего министерства финансов он работал над проектами жилых зданий, когда возглавлял домостроительный комбинат. Домостроительный комбинат в месяц сдавал по 5-6 жилых домов. Именно массовое жилищное строительство шло большими темпами. В 1976-м Борис Ельцин стал председателем Свердловского обкома КПСС. По сути, главой региона. В этот период он провел встречу со студентами Синха. Своего рода пресс-конференция прошла во Дворце молодежи. Ельцин отвечал на вопросы три часа подряд. В нашей столовой очень грязно. Часто на продуктах можно увидеть мух. По полу и по столам ползают тараканы. Я сегодня вместе с товарищами был в этой столовой. Синха. Но сделал, так сказать, видимо, тактическую ошибку. Вчера, уже в 11 часов ночи, все-таки предупредил товарищей. Личные адреса Ельцина тоже в маршруте экскурсии. Станислав Фоминых в свое время читал о квартире, где жила семья первого президента. Так что сам может рассказать байку о высокопоставленном соседе жильцов Воеводина-4. Это был первый человек, который стал заезжать на территорию вот этого комплекса жилого на машине «Чайка». До этого, говорят, никто туда не заезжал. Спустя полтора часа экскурсия завершается там, где и началась, у Ельцин-центра. От этой остановки автобусы по маршруту истории Бориса Ельцина теперь будут курсировать каждую субботу. Первые пассажиры делятся впечатлениями. Сегодня узнал о том, что Борис Николаевич Ельцин был достаточно активной личностью. Честно сказать, экскурсия довольно сырая. Так что особо нового ничего я не услышал. Я не знала, что было раньше в этих зданиях, которые перестраивались, на месте что-то строилось, где какой ремонт проходил. Очень интересно, очень много узнала. Уже этим летом президентский центр планирует запустить пешие экскурсии по ельцинским местам в Екатеринбурге. Маршрут сейчас разрабатывают. По планам он займет около двух часов. Яна Юмакаева, Павел Леонов, События ОТВ.